Здесь по разным оценкам от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Темы, обозначенные в повестке дня общегородского митинга, животрепещущие. И первая из них о платежах в фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Напомним, федеральный закон, обязывающий собственников жилья платить в фонд капремонта, вступил в силу в конце прошлого года. Я посчитал один дом, вот на примере 27-й квартирный. В июле сделали металлическую крышу. Это обошлось нам 850 тысяч рублей. А в интернете, значит, заряжено, что в 2034 году этот дом будет, крыша сделана. По твердой ставке 7-10 с квадратного метра. Получилось собираемость людей, значит, 2 миллиона с лишним. И вот при такой инфляции, при всем этом, как вы думаете, хватит там на крышу, нет? Дом у нас, если кто-то в жителе вас уже знает, находится по адресу Мира-2. В идеальном состоянии. Почему? Да потому что в нашем доме есть хозяин. Мы все сами делаем. Мы ничего, мы копейки от государства не взяли. Нам не дали ни суды на построение, ничего. Мы заплатили деньги. Мы отремонтировали без всякого закона крышу. В 2010 году нам не нужен будет какой-то закон. 30% уйдет на то, чтобы содержать этот спецсчет. Чтобы содержать аукцион. Для чего нам это нужно? У нас дом полностью отремонтирован. Масло в огонь подлил и депутат Слободской городской думы Владимир Осин, который предложил внимательнее отнестись к пунктам договора о создании спецсчета. Он считает, что трактовать их можно по-разному. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. В том числе объявленная или фактическая война далее, гражданские волнения. Вот это вот собрались сейчас люди. Это как можно? К волнениям можно отнести или нет? Я, например, отношусь. Так. Эпидемия. У нас недавно прошла масса эпидемии грипп. Там, кстати, расшифровки нет. Прочитав вот этот пункт четвертый, я уже знаю на 99,9% что члены этого, учредители этого фонда с нашими деньгами могут исчезнуть в любой момент. И потом их не найдешь. Выступающие предложили не отдавать свои кровные в сомнительную организацию, но при этом не упомянули, что за нарушение федерального законодательства предусмотрена ответственность. Мнение слушателей о деятельности фонда было однозначным, а вот платить или нет, тут слабожане разделились. За декабрь я заплатила, так как я законопослушный граждан и боюсь, чтобы долги не были. За январь я заплатила и за февраль. За февраль, значит, я заплатила и заплатила, знаете почему? Потому что сказали, что оформлять субсидию пойдешь, если не заплачено, не дадут субсидию. Я не стал платить, у меня одна квитанция за капитальный ремонт приходила в декабре, 260 рублей, у меня 39 квадратов, однокомнатная. Я не стал платить. Собирали, ну как собрание все было, я подумал, подумал, надо делать ремонт по факту. Побежала крыша, скинулись, я прикинул, так, ну смеется составил, по 10 тысяч с квартиры, у нас 60 квартир. 600 тысяч, да. У нас мужики и строители. Мы заплатили уже, потому что нас вынудили заплатить. Пришли на квитанции эти, вот, и нам, мы получаем субсидию, понимаете, вот. Мы пришли туда субсидию, то как получать, да, вот оформлять эту субсидию. Смотрим, там желтые листочки такие висят, на двери прямо вот субсидии написано. Кто не заплатит за капремонт, субсидий не будет. Все, чтобы принесли обязательно, что заплачут нас, квиточки. Пенсия у меня небольшая, куда деваться, надо субсидию получать, вот так и получается. Отмену части льгот на проезды долго не обсуждали. В своем недовольстве присутствующие были единодушны. Не надо принимать законы, предоставить льготы, постановление, а потом отбирать. Ребята, ну что творим, а? У нас и так население, надо датировать, помогать, льготы увеличивать, а мы урезаем. Хорошо это, да? С этого вопроса плавно перешли к третьему. Касался он недавнего решения городской думы. 9 марта, после трагического случая, когда в Соботском глобальда упала с крыши на шестилетнюю девочку, глава города Евгений Рычков заявил о своем желании покинуть пост. 12 марта он вынес на думу вопросы доверия себе, но депутаты не приняли его отставку. Сам глава при голосовании воздержался. Такой мэр нам не нужен. Не собираются выйти по-хорошему, сытного места. Мы должны его проводить по-плохому. Также были заслушаны личные вопросы и претензии присутствующих. В основном они касались жилищно-коммунальной сферы и дорог. У меня дочка каждое утро, значит, с Лебедевой 17 до фанерного ведет трехлетнего ребенка до остановки. И обратно она говорит, мам, вот вперед идем, ничего еще где-то подстыло, а обратно все в лужи, в грязи. Ребенок три года четыре месяца, он ей говорит, мама, как же мне достал этот бам, как меня достали эти дороги. Ребенок, что он должен понимать. Он такое сказал. По результатам митинга присутствующие приняли резолюцию об обращении в адрес президента России Владимира Путина и главы региона Никиты Белых с просьбой принять конкретные меры по обозначенным вопросам. В Слободском против платежей в фонд капремонта собрано больше тысячи подписей.